Продолжение следует... Продолжение следует... Это история о парне, который зашел в бар, чтобы выпить немного холодного пива в жаркий день. Когда гангстеры, ограбившие банк, захватили заложников, у Микки родился сюжет, сюжет истории, которую назвал «Завтра я умру». Завтра я умру... Билл Пуллман... Дан Хедайя... Хитер Грэхэм... Ким Койц и другие. Композитор Питер Бернстайн... Оператор Роберт Стивенс... По новелле Микки Спиллана... Продюсеры Сидни Иполлок и Лин Сейдоран... Телепьеса Стивена Катца... Режиссер Джон Далл... В Клерксдейле мы сделали остановку, чтобы залить воду в радиатор, который кипел, словно паровой котел, и никто из пассажиров рейсового автобуса не двинулся с места из-за жары. Я заснул, как убитый, как только мы выехали из Вегаса, а может даже на пару недель раньше. Но я знал, что тех монет, что у меня еще оставались, хватит на то, чтобы я снова впал в состояние оцепенения и пробыл в нем уже до самого Лос-Анджелеса. Именно по этой причине я стал единственным глупцом, покинувшим автобус. Поосторожнее с пивом, мистер. Иногда холодное пиво может пойти не на пользу. Налей еще, сестренка. Ну, тебе лучше знать. Слушай, а ты бывал здесь раньше? Что-то мне твое лицо кажется знакомым. Да нет, просто у меня такая типичная внешность. Мне ты тоже кажешься знакомым, сынок. Так ты же Рич Тёбе, не так ли? Кэрол? Так ты говоришь, что знаешь этого парня? Пап, ты что, шутишь? Рич Тёбе! Пару лет назад он был восходящей звездой Голливуда. А мне почему-то знакомо твое лицо. Но я в кино не хожу. Брось, пап. Между двух миров. Опасная ложь. Другая сторона закона. Его лицо не сходило с обложек всех журналов. Хорошо. А ты тогда, случайно, не та самая Хеде Хоппер? Я была страстно увлечена тобой. Я испытывала к тебе непреодоримое влечение и не знала, как с этим справиться. А теперь? Теперь? Это по-прежнему маленький городок, а ты по-прежнему словно ядовитый плющ. И кто только носит такую шляпу? Разве что мэр. Кроме мэра. А где у вас тут туалет, сестренка? Это там, в глубине, мистер. Я всегда мечтал о такой шляпе. У моего отца была точно такая же соломенная шляпа. Я всегда считал, что он выглядит на миллион долларов. Простите. Глупо. Все, чего я хотел, так просто на несколько часов залить огонь внутри. А все, чего добился, так это выставил себя полным придурком. Да еще это жара и жажда. Теперь я хотел только одного. Сесть в этот чертов автобус. Выходите, мистер. Тут один человек. В чем дело, приятель? Что же ты не хочешь выходить? Выходи. Уже выхожу, дружище. Не заставлю себя ждать. Иди, иди. Это мужской туалет. Что ты здесь делаешь? Он был в туалете, мистер Ога. Молодец, Фрэнсис. Я просил никогда так не называть меня мистер Ога. Прости, Триггер. Это больше не повторится. Послушай, Ога, этот парень кажется мне знакомым. Да, здесь всем так кажется. Мне тоже знакомо твое лицо. А где мы могли видеть тебя, парень? Только честно, дамы. Чего вы скажете? Да просто его физиономия висит у вас за спиной. Вот почему. Приветствуем вас, Ваша честь. Ваша честь? Вы действительно думаете, что он мэр? Ты ошибаешься, приятель? Я здесь случайно оказался. Просто зашел в бар, вот и все. Мы никогда не видели так близко мэра, но и на расстоянии его несложно узнать. Он единственный, у кого есть такой быстрый кадиллак. Ладно, отваливаем. А в чем, собственно, дело? Буду счастлив разъяснить вам, господин мэр. Мы только что ограбили банк. А вы, хорошие, честные граждане, теперь будете нашими заложниками. Сами понимаете, с такой компанией, как шериф и мэр, который словно сошел с картинки, будет гораздо сложнее организовать нашу поимку. Выиграем время и перейдем к границу. А что потом? А потом триггер убьет тебя. Все очень просто. По правде говоря, не слишком заманчивое предложение. Неужели? Откажешься, и ты умрешь прямо сейчас. Согласишься, и проживешь еще час. Ты даже не представляешь, на что только готов пойти человек ради того, чтобы прожить еще один час. Практически он на все готов. А тот парень, что сказал тебе об этом, сам-то догадывается о твоем могуществе? Дело в том, что обычный человек сделает что угодно, иногда даже во вред самому себе, лишь бы только отложить встречу со своим Творцом. Я вовсе не виню вас в том, что вы... что вы этого не знали, господин мэр. Только очень одаренные знают об этом. Цветы, к примеру. Или убийцы. Прошу, мисси. Пока вы пьете, вы будете жить. Нет. Триггер, убей ее, как только она становится. Не надо, приятель, я тебе и так верю. Заткнитесь, Ваша честь, и смотрите. Теперь самое время тебе вспомнить о Господе и помолиться. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот и все. Пошли. Это была та еще сделка. Мы быстро приближались к границею, значит, неминуемых к смерти. В Форде позади нас была Кэррол и половина всех награбленных денег. А еще где-то и совсем в другом направлении мчался мой автобус, из которого мне ни в коем случае не следовало выходить. Все зависело от моих дальнейших действий. А что бы я в тот момент не предпринял, все было очень рискованным. В чем дело? Не знаю, приятель. Наверное, занесло, и мы съехали на обочину. Шериф сразу догадался, что было у меня на уме. Я пытался поднять облако пыли, надеясь, что Форд, который ехал позади, в конечном счете окажется в Кювете или еще где-нибудь, и мы тем самым выиграем время. Идея была хорошая, но место было выбрано неудачно. Мы поднимаем слишком много пыли, мистер Ога. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Слава Богу! Слава Богу, ты в порядке! Ладно, Аллан, что будем делать с деньгами? Тебе лучше знать, Ога. Ты главный, вот и думай. О чем ты? Деньги в машине, машина вон там. А что с Лео? Лео в машине. Она перевернулась, девушку выбросила и меня тоже, а он остался с деньгами там. Я точно знал, о чем думали те двое, потому что именно об этом подумал бы и я на их месте. Теперь деньги надо будет делить на меньшее количество долей, и каждый получит куш побольше. Я думаю, нужно поделить все поровну. Забудь об этом. Я проделал этот путь не ради этого. У меня есть план. Оставайтесь здесь и следите за этими двумя. Я прихвачу девицу, спущусь к машине и возьму деньги. Если бы я был на вашем месте, я не стал бы этого делать, если вы, конечно, не горный козел. Ни одно двуногое существо не может спуститься вниз, а потом выбраться назад. Только когда станет светло. Ну и что мы будем делать, мистер Ога? Помоги мэру встать на ноги, Фрэнсис. Вы же сказали, что больше не будете называть меня так, мистер Ога. Прости, Триггер. Дай ему руку. На расстоянии 45 и 50 миль отсюда есть небольшая хижина. Я приметил ее, когда мы еще только репетировали это дельце. Знаешь, где это? Боюсь, нет. Триггер, разберись-ка с девочкой. Не спешите, мистер. Я знаю, где это. Это лачуга моего приятеля. Он там один? Живет отшельником. Если ты солгал, то первый получит сполна твоя дочь. Вам помочь, мистер Ога? Не надо. Шериф знает, что поставлено на карту. Давайте, пошли. Добрый вечер, шериф. Брось оружие, старик. Смерть слишком уж часто обходила старика стороной, но на этот раз, когда она постучала в его дверь, он знал, что пробил его час, и он был готов к ней. А затем он взглянул на меня. Старик никогда раньше меня не видел, но он кивнул мне, как если бы знал меня. А может и знал. Он чистый. Рассказать, что произошло? Не надо. Слышал по радио. Телефон есть? Нет, только радио. Ждешь кого-нибудь? Нет, только через две недели. Тилсон должен привезти трейлер для моего грузовика. Видимо, этот самый мистер Тилсон и организует ваши похороны. Никогда нельзя сказать точно. Хорошо, Ога. Раз уж ты взял на себя роль организатора, может ты скажешь, что мы будем делать дальше? Завтра мэр и его подружка отправятся обратно за деньгами. Ты что, спятил? Но у нас останется ее отец, будущий тесть мэра. Если что-то пойдет не так, триггер прикончит его. Да ты свихнулся, Ога. Я пойду за деньгами. Да, конечно, ты пойдешь за деньгами. Может, еще хочешь поговорить на эту тему? Заткнись, а то я тебе прическу пополчу. Послушай меня, Аллен! На рассвете эта безлюдная местность будет кишить патрульными машинами. Ты слышишь меня? Ты вообще понимаешь, о чем я говорю или нет? Если их остановят, они могут как-нибудь отговориться. А вот насчет тебя, меня и триггера я совсем не уверен. Так что, нравится тебе или нет, нам придется остаться здесь, пока они не вернутся с деньгами. Ты об одном забыл, приятель, мы и так уже покойники, сам сказал. Я повторяю еще раз. Только ты об этом все время забываешь. Ты видел там, в баре, человек способен пойти на все, чтобы хоть на мгновение продлить свою жизнь. И где ты только набрался всего этого, приятель? Верно, любишь эти китайские печеницы с предсказаниями? Поедете на грузовике, старика. Ты ведь сможешь отыскать то место. Я найду его. Если не вернетесь до заката, твоего так называемого тестя и старика прикончат, ясно? Отлично. А ты сообразительный, господин мэр, сразу видно. Досадно, что ты завтра умрешь. Послушай, Рич, а почему я не могу вернуться с деньгами одна? Тебя же все равно убьют. Но ты сообщишь о них и их поймают? Ну, хоть что-то. Ты совсем забыл о другой возможности. Я могу убить тебя, взять деньги и пусть эти парни убивают всех остальных. В конце концов, полиция их поймает, затем их отправят на электрический стул за совершенные преступления, а я буду преспокойно себе жить где-нибудь подальше отсюда. А ты смог бы? Просто пришло в голову. Так как? Нет. Мы вернемся вместе. Но почему? Там тебя ждет только смерть. Послушай. Это из-за тебя. Я делаю это ради тебя, хорошо? Я могу только сказать, что что-то происходит со мной, когда я смотрю на тебя. Мои мысли путаются. Путаются. Рич, знаешь, кто ты? Да, я знаю. Ты герой. Я знал это, но был уверен, что она этого не знала. Мне пришлось карабкаться несколько часов, прежде чем я обнаружил обломки автомобиля. Внутри я обнаружил тело грабителя. Теперь он был похож на маленького ребенка, словно заснувшего в родительской кровати. Осторожно. Осторожно. Сюда. Рич. А ты когда-нибудь читал истории о людях, которые попали в авиакатастрофу? Не волнуйся, дорогая. Мы справимся. Когда люди знают, что их дни сочтены, они совершают поступки, безрассудные поступки, которые они всегда хотели совершить. Я хотела этого, когда была еще девушкой подростком и носила косички. Она поцеловала меня так, как будто я и вправду был звездой. И мне стало интересно, как много голливудских звезд прожигают свою жизнь за кружкой холодного пива. Я провел в ее объятиях несколько последующих часов. Герой, как она меня называла. Но время, проведенное с ней, было лучше всяких наград. О чем ты думаешь, Кэрол? Просто мне стало интересно, кто же ты на самом деле. Ты же сама сказала, что видела все мои фильмы. Конечно, я видела все фильмы, где играл Ричард Тёби. Но я не думаю, что человек, который сыграл в фильме «Опасная ложь», стал бы заниматься этим со мной. Знаешь, есть в тебе что-то такое… Что ты делаешь? Убедение. 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 Я не хотел бы ничего не планировать. Я просто подумал, что если ты выдаешь так много кардами, в конце или позднее, ты будет потекор на игре. И те годы могут изменяться быстро в потеке. Из кипяток я увидел кабинку в широком. Они вернулись, мистер Ога. А ты смелый парень, Ваша честь. Немного таких осталось. Знаешь, почему? Все они мертвы. Обыщи-ка его, Триггер. Все чисто. Он весьма формально обыскал меня, а потом занялся Кэролу и все время ухмылялся, пока обыскивал ее. Я чувствовал, как у меня от этого напряглись плечи. И внезапно я ощутил острое желание убить его прямо сейчас. У них нет оружия, мистер Ога. Зачем же ты привел ее сюда, глупец? Просто у него духу не хватило вернуться одному. Этому педику не хватило бы мужества, даже если бы ты дал ему карту дорог. Да, приятель. А ты даже с помощью обеих рук не сможешь найти свой член, если в комнате будет темно. Эй, ты! Ален! Я прямо сейчас прикончу этого долбанного гомика. Вперва я убью этого слабака, а затем сотру в порошок и тебя, Фрэнсис. Хватит, прекратите уже, мальчики. Угомонитесь. Подумайте лучше о деньгах. Да, правильно, подумайте-ка о деньгах. 750 тысяч долларов, по моим подсчетам. Но вам не так просто будет их получить. Теперь и я застрахован. Да, приятель, люби меня прямо сейчас, и деньги станут кормом для ящериц. Это ты во всем виноват, Ога. Послушай меня, Ален! Нет! Я больше не собираюсь слушать тебя, Эйнштейн! Мне не нужен ни ты, ни этот придурок! Не стоило так называть меня, приятель. Положи пушку, Ален. Положи! Да пошел ты! Я сказал, положи ее, придурок! Держишь меня за дурака, не так ли, приятель? Так и есть. Я не настолько глуп. А эти двое слишком ушумничали. Но я тебя быстро вычислил. Ты не мэр? Кто же я тогда? Да ты просто милашка, вот ты кто. Ты только посмотри на этих двоих. Ты обвел их вокруг пальца. Как самый настоящий карточный шулер. Настоящий шулер. Не очень-то со многими мэрами я знаком, но я не думаю, что они смогли бы сыграть настолько блестяще, как ты. Не так ли? Может и так, приятель, но... У тебя осталось слишком мало времени, чтобы узнать наверняка. Да, а что так? А вдруг у меня еще есть один или два козыря. Про запас. Да ты просто псих, приятель. Псих? Не я. А ты. Фрэнсис. Фрэнсис. Это дело меня больше не интересует. Все, что меня интересует, так это разобраться с тобой прямо сейчас. Сейчас самое время заговорить старику. Боже, неужели ты даже не предупредишь беднягу? Я только что сделал это. Да я не к тебе обращаюсь. Скажи ему, кто ты. Он никудышный актер. Ему нужно было держаться от всего этого подальше. Проклятье, он никакой не актер. Да нет же. Он актер. Вовсе нет. Но ты же сказал. Не я, она сказала. Рич. Увидимся в другой жизни, Кэрол. Судя по ухмылке на его гладком и глупом лице, я понял, что бандит и понятия не имел. А когда до него дойдет, будет уже слишком поздно, а я буду уже ехать в грузовике по направлению границы. Я уже буду предаваться мечтам среди сеньорит, прежде чем откроется вся правда о том, кто, черт возьми, я такой на самом деле. Я знал! Я знал! Я уже тогда все понял! Да, старик давно уже все понял. И они бы поняли, рано или поздно. А я понял, что это шанс вновь стать самим собой. И они бы поняли, если бы только разбирались в этом, что я тоже был убийцей. О боже! Рич! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok